добрый день уважаемые коллеги если меня слышно поставьте пожалуйста огонечек или плюсик в чате ага три огонечка увидела спасибо большое ну тогда если все хорошо у нас со связью давайте тогда приступать к сегодняшнему вебинару сегодня мы как обычно будем с вами тестировать разные онлайн инструменты и это будут инструменты для создания электронных интерактивных книг или флипбуков их еще так иногда называют с эффектом перелистывания страниц сразу вопрос как это может нам пригодиться в работе как это может можно использовать ну вот несколько идей навскидку вы можете так публиковать свои методические разработки например и размещать их себя на странице сайта или блога или на странице своего места работы можно публиковать творческие работы своих учеников или читателей в таком виде и размещать их опять-таки в сети интернет делиться ссылками на них можно заниматься творчеством вместе со своими учениками создавать совместно книги либо самостоятельно работать в сети интернет создавая книги на основе изображений текстов дети будут учиться писать разные интересные истории и все это красиво оформлять с помощью несложных цифровых инструментов в общем может быть вас по ходу нашего вебинара появятся какие-то идеи чтобы они появились быстрее я в чат как обычно будут добавлять ссылки на разные работы с помощью этих инструментов созданные если так вкратце то конечно есть среди набора инструментов потери и сервисы которые уже недоступны на территории страны либо инструменты которые поменяли свою ценовую политику и стали либо платными либо с очень маленьким тарифом но все равно есть на что посмотреть мы сегодня с вами 12 таких инструментов протестируем итак начнем мы пожалуй сервисов я их поделила примерно на две категории в первой категории будем рассматривать инструменты которые помогают создавать публикации на основе уже готовых материалов это может быть либо pdf файл либо презентация powerpoint либо изображение либо тексты то есть как это работает это как генератор мы загружаем свою публикацию сервис ее превращает в такую электронную книгу с листающимися страницами и дает нам ссылку собственно здесь работа достаточно мало от нас требуется только небольшие настройки что у нас здесь есть у нас здесь есть бесплатные инструменты или относительно бесплатные семь штук давайте посмотрим первый инструмент о котором хочу несколько слов сказать это сервис коломео он наверняка многим из вас известен многие пользуются он по-прежнему стабильно работает с ним все в порядке более того он переведен на русский язык поэтому если вы только начинаете работу с такими цифровыми публикациями то можно обратить внимание прежде всего на него чем он хорош он позволяет создавать неограниченное количество публикаций до 500 страниц в каждой и для хранения вам дают 15 гигабайт свободного места вы можете огромное количество публикаций здесь на страницах размещать один документ может видеть не более 100 мегабайт ну в общем это нормальный вес особенно если мы загружаем pdf файл он как правило не очень тяжелый поэтому здесь можно размещать достаточно объемные какие-то материалы минус это конечно реклама которая здесь будет присутствовать поскольку сервис бесплатный то рекламная строка может пробегать внизу страницы или где-то в стороне размещаться но на готовую работу можно получить код для встраивания и тогда встроив свою книгу на страницу сайта вы этой рекламы не увидите то же самое будет если блокировщик включить работать здесь очень просто после даже можно сначала не регистрироваться можно начать сразу с загрузки файла а как только он загрузится уже после этого пройти регистрацию при загрузке от нас требуется сам файл либо это будет powerpoint презентация либо pdf файл нам нужно придумать название работы дать ее описание и выбрать режим просмотра здесь можно просматривать работы в автоматическом режиме как сервис сам назначает можно и как слайды это если вы презентацию например загружаете либо как электронную книгу как публикацию чтобы странички перелистывались это единственная настройка здесь к сожалению хотя мы видим что здесь большое количество вкладочек со звуком с дизайном но к сожалению это все для тех кто формит подписку бесплатно нам доступны только вот выбор режима просмотра и режима чтения слева направо или справа налево после этого нажимаем на кнопку опубликовать получаем ссылку получаем код и можем делиться тут же своей работой занимает это минут пять если мы пройдем регистрацию чуть дольше что еще может сервис он может например несколько публикаций объединить в одну папку он предлагает бесплатно это сделать в одной папке можно собрать например творческие работы какие-то либо работы по одной тематике вот у меня сейчас на экране например творческие работы на конкурс учеников на основе этой папки можно получить ссылку и код на вот такой книжный шкаф опять-таки настроек у книжного шкафа немного там по моему только можно выбрать количество полочек на странице но на этих полочках будут размещены работы вот в таком красивом виде щелкнув по каждой работе можно ее открыть на большой экран и полистать вот так можно с помощью коломы устраивать выставки к сожалению папка только одна и все работы которые вы создаете в аккаунте автоматом будут попадать в эту папку вот это единственный недостаток но тем не менее такая возможность есть и можно ею пользоваться что еще можно посмотреть кроме колома если вы не любите регистрацию либо у вас есть ученики которые не хотят регистрироваться можно выбрать вот этот инструмент называется он флипбук pdf ссылку в чат отправлю как здесь работает как видите здесь рабочее поле очень простое сразу же со стартовой страницы нам предлагают выбрать файл и его загрузить бесплатно можно добавлять pdf файлы до 40 страниц и через несколько секунд сервис их превратит в электронные книги с перелистывающимися страничками что здесь есть из настроек после того как наша книга сгенерируется что здесь есть из настроек настройки здесь достаточно подробные в отличие от того же колома кстати про колома надо сказать что если у вас внутри вашей книги есть кипер ссылки то они будут поддерживаться они будут активными здесь в этом сервисе даже если у вас есть ссылки внутри текста то их нужно будет дублировать вручную сейчас расскажу как автоматически они не прочитаются для начала даем нашей книге название описания выбираем как его будем просматривать либо слайдами либо как книжку страничками выбираем звук листающихся страниц вернее не выбираем а просто подключаем чтобы был шелест соответствующий направление перелистывания справа налево слева направо формат публикации либо горизонтальный и если вас презентация либо вертикальная если у нас книга ну и здесь еще есть выбор обложки фу вернее обложки афона на котором будет пролистываться наша книга если нам необходимо добавить внутрь гиперссылки то есть опция которая называется это link area это вот кнопочка внизу отвечает за добавление ссылок как с ней работать нажимаем на кнопку переходим на следующую страничку вот наша публикация и мы просто мышкой выделяем нужное место в публикации где должна быть ссылка вот мы и так будем добавлять вручную вы можете пощелкнуть по моему документу там вот напротив каждого ученого вот его имя это есть гиперссылка которую я вот так вручную сделала выделяем просто мышкой области где должна быть ссылка выбираем либо это будет переход на веб страницу у меня например веб странице либо это может быть ссылка на внутренне на какой-то фрагмент внутри самого документа например когда на какую-то страницу ну например у вас на первой странице будет оглавление а там будут гиперссылки на другие странички для этого есть опция перехода на страницу я выбрала простой вариант у меня просто веб-ссылки выбираю этот вариант вставляю саму ссылку в окошечко которая откроется и сохраняю ссылка активная таким образом не приходится вручную добавлять эти самые ссылки еще одна такая не очень приятная новость поскольку здесь нет регистрации здесь нет личного кабинета соответственно и если на публикацию никто не заходит в течение месяца она автоматически стирается сайта с одной стороны это плохо но с другой стороны если вы встроите свою страницу на сайт или в блог и постоянно у вас будет какой-то трафик то есть не ничего не случится у меня уже не один год она так существует на сайте что еще в общем очень неплохой инструмент для для тех кто хочет обойти регистрацию и быстро и просто создать свою первую публикацию сервис на английском языке давайте еще посмотрим альтернативы сервис flip it о нем я не рассказывала давать разку расскажу поподробнее ссылка если она будет у вас как книжка откроется в огромном формате на всю страницу перезагрузите страничку почему-то она вот ссылка так работает странновато сегодня вообще там должно быть все в порядке сервис flip it позволяет работать либо с регистрацией либо без как нравится но чтобы иметь постоянный доступ к своим публикация может быть там их удалять редактировать еще что-то с ними делать то лучше создать все-таки личный кабинет чтобы не терять ссылки на свои работы как здесь работает сервис flip it позволяет загружать неограниченное количество материалов с неограниченным количеством страниц бесплатно более того здесь можно как вы видите создавать книжки листалки на основе разных форматов это может быть текстовые документы презентация pdf файлы и даже картинки более того в одной книге вы можете смешать все вместе то есть сначала загружить допустим тест текстовый файл потом добавить парочку картинок потом pdf расставить их в нужном порядке и сгенерировать готовую книгу посмотреть что из этого получится давайте смотреть что получается вот так выглядят настройки после того как мы что-то закачали и сервис нам сгенерировал нашу книжку мы можем здесь немножечко поиграть настройками можем подключить эффект тени перелистывание страниц слева направо справа налево здесь можно выбрать фоновое изображение из предложенных вариантов что еще можно настроить кнопку скачать то есть разрешите вашим читателям скачивать вашу готовую книгу и у всех сервисов такая опция есть и здесь присутствует что еще можно даже книжку паролем защитить если нравится такая опция то есть ее смогут почитать только те у кого есть пароль готовую книжку опять-таки можно встроить на сайт или в блог либо ссылочкой делиться готовой публикации в общем неплохой сервис вполне себе рабочий инструмент для создания разного рода публикаций тоже можно попробовать на английском языке здесь гиперссылки будут нечитабельные тут периодически я буду говорить где ссылки читаются где не читаются здесь нет здесь больше для текстов картинок такой же инструмент с таким же функционалом примерно называется any flip тоже позволяет создавать публикации с большим количеством настроек если вам нравится много настраивать книгу выбирать разные опции то это как раз тот самый вариант он на английском языке позволяет создавать 150 публикаций в месяц 150 загрузок файлов и дает 100 гигабайт свободного пространства для хранения книжек листалок то есть можно достаточно объемные материалы здесь сохранять настройки здесь очень очень подробно сначала мы загружаем файл а потом начинаем настраиваться здесь настройки спрятаны вот в таких вот вкладочках верху информация о книге шаблоны шаблоны имеется в виду шаблон оформления в частности например вот фоновое изображение вот дальше продвинутые настройки которые у меня сейчас открыто в продвинутых настройках мы можем выбрать звук истающихся страниц например шерест более того мы можем добавить музыкальное сопровождение если вас не нервирует музыка которая параллельно с просмотром книги появляется то можно загрузить свой файл и настроить еще музыкальное сопровождение здесь очень очень много все разных подробных настроек здесь есть возможность подключить анимированный фон вот я вам сейчас дала как раз ссылочку у меня там они анимация небольшая там солнечные лучики играют такая возможность есть можно подключить падающие снежинки падающие листики еще какие-то красивости анимированные в общем смотрится это довольно необычно опять-таки за счет того что сервис бесплатный но относительно бесплатный то там опять-таки будет реклама появляться избежать можно либо блокировав ее либо встраивать книжки на странице сайтов и блогов все книги которые мы создаем автоматически будут размещаться на в книжном шкафу вот так вот выглядит этот самый книжный шкаф по что-то похожее мы уже видели в коломео здесь тоже все книжки будут размещаться на полочках чтобы посмотреть книжечку щелкаем на нее и она открывается весь экран вот таким образом это у нас работает количество шкафов здесь не ограничено мы можем создать несколько тематических подборок несколько таких шкафов и точно также делиться на них ссылками либо встраивать на сайты и в блоге очень хороший инструмент очень мне нравится правда в нем придется разбираться потому что подробные настройки потому что язык английский еще один инструмент похожий flip html5 назовем его так тоже позволяет загружать большое количество публикаций здесь они ограничены пятью проектами в день но дней может быть не ограниченное количество и таким образом вы можете создать большую большую коллекцию в каждой стране книжки должно быть до 500 страниц и выделяется 200 гигабайт свободного места чуть чуть меньше чем в предыдущем сервисе но плюс в том что этот сервис перевелся на русский язык он стал намного проще для работы что здесь хорошего есть но опять таки очень подробные настройки кроме того что мы можем собственно загрузить публикацию мы можем выбрать например фоновое изображение загрузить к ней добавить анимацию падающие снежинки листики все тот же самый набор практически можем подключить шелест страниц здесь есть как вы видите базовые настройки вот они сейчас открыты и настройки панели инструментов панель инструментов это кнопочки которые будут появляться рядом с вашей книжкой книжки кнопочки для перелистывания кнопочки для показа дополнительного интерактивного контента нам можно здесь настроить например к этой книжке можно подключить фотогалерею и видеогалерею видеогалерея нам сейчас не актуально потому что поддерживается только сервис youtube вашу книгу с видеороликами смогут посмотреть только за пределами рф а вот фотогалерею вполне себе можно у меня вот к первым двум ссылочкам там есть маленькая фотогалерея внизу ее можно найти кнопочка с изображением картинки вот где рассказы шукшина и создаем графику там есть маленькие фотогалереи я просто попробовала чтобы вам показать как это работает что как ее создать переходим в настройки панели инструментов подключаем опцию галерея кнопочку включаем и загружаем изображение через кнопку настраивать вот я парочку загрузила чтобы просто попробовать далее фотогалерея будет показываться как слайд-шоу и можно включить автовоспроизведение либо можно оставить в покое эту кнопку и перелистывать вручную у меня ручное перелистывание стоит если фото галерея автоматическая то еще и настроить промежутки между показами картинок сколько секунд необходимо кроме галереи можно еще повторюсь настроивать видео галерею можно подключить кнопочку скачивания и тогда все кто захотят может могут вашу работу скачать к себе на компьютер если это необходимо в общем очень симпатичный стал сервис на русском языке выглядит еще интереснее так что тоже рекомендую в работу неплохой рабочий инструмент все книги тоже попадают шкаф если вы обратите внимание то он похож на предыдущий any flip точно такой же шкафчик здесь количество ограничено шкафчик только один к сожалению еще один интересный инструмент называется хэйзайн или хэйзин по-разному я слышала варианты произношения это очень функциональный инструмент который позволяет кроме того что загружать сами файлы внутри файлов можно вставлять гиперссылки видеоролики картинки и даже веб-страницы ну например можем встраивать внутрь книги google карту или какой-то опросник ну например там google анкету либо просто какую-нибудь игру созданную на другом сайте поэтому я вам советую полистать первую ссылку гид по венеции гид на английском языке это не важно просто для того чтобы посмотреть ли вы как выглядит эта книга как туда встраивается контент делается это вот как нам необходим pdf файл для работы в котором есть пустые места пустые пропуски вот как у меня сейчас на страничке слайде вот у меня есть какой-то текст а внизу пол страницы пустого пространства пустое пространство нам как раз необходимо для встраивания контента то есть вот на все пустые вот эти вот местечки мы можем встроить видео с ютуба к сожалению только я пробовала другие сервисы не получилось картинки у меня вот памятники мурманска там у меня ссылочки есть и картинки встраиваемые странички и аудио аудио картинки можно загрузить с компьютера если у вас есть небольшой не тяжелый видеоролик тоже можно попробовать его загрузить с компьютера поддерживается загрузка правда не очень тяжелых видео давайте посмотрим сначала загружаем наш стартовый документ выбираем фон либо свою картинку либо из то что предложит нам сам сервис фоновую музыку если необходимо подгружаем с компьютера у меня по моему она есть там ее можно отключить если что далее переходим в настройки дополнительные где уже будем добавлять контент просто опускаемся чуть ниже по странице вот они эти самые настройки называются interactions они позволяют добавлять гиперссылки картинки аудио встраиваемые объекты и видео как это здесь все работает нам необходимо выбрать саму интерактивность ну например гиперссылку я щелкаю по этой кнопочки выделяю место в документе куда я хочу гиперссылку пристроить я например выделила просто абзац целиком мышкой вот и далее добавляю саму ссылку в открывшиеся окошечко который откроется как только еще кнопкой сохраняю и перехожу к следующей интерактивности вот например так я добавляла в видеоролик до того момента как youtube перестала показываться я выбрала опцию видео выделила пустое пространство вставила ссылку на видеоролик он сразу же у меня здесь появился чтобы сохранить нажал на кнопку стоп все редакция закончена и страничку уже можно посмотреть в готовом виде далее листаю следующую страничку точно также добавляю внутрь разной интерактивности хороший инструмент он очень красиво получается книжки у него очень все качественно но к сожалению ограничение на бесплатный тариф только 5 вот таких чудесных книжек подходит для таких красивых проектов где много разных интерактивности где вы можете подстроить разные дополнительные материалы опросники игры презентации например так что рекомендую тоже для работы очень хорош но к сожалению с ограничениями новенький инструмент о котором я еще не говорила называется visual paradigm онлайн в этой секции у нас будет последний инструмент я сегодня все пронумеровала вот так выглядит да спасибо мне тоже понравилось я просто взяла текст и описание памятников добавила картинки получилась книжка можно для туристов рекомендовать например ну давайте посмотрим на этот инструмент я для примера вот взяла готовую презентацию загрузила его внутрь сайта и вот такая вот штучка ссылочка в чате сервис на английском позволяет создавать много чего он умеет создавать графику презентации и в том числе флипбуки перелистывающие странички бесплатно флипбуков можно создать 5 проектов точно так же как и в предыдущем сервисе листалки здесь создаются либо с нуля либо можно взять pdf файл загрузить его внутрь и дополнить еще контента если необходимо если нет можно оставить так у меня без контента ссылки здесь будут неактивные но внутрь можно добавить картинок и различных графических объектов диаграммы таблички ну давайте посмотрим итак после регистрации выбираем раздел флипбуки и нам сразу же предлагают сконвертировать готовый файл вот эта кнопочка загружаем наш pdf ждем какое-то время там очень быстро все происходит и получаем готовую уже книжку что с ней еще можно сделать дополнительно можно книжку разместить на книжный шкаф смотрите здесь какая красота здесь в книжном шкафу уже что то есть какие-то рандомные предметики есть книжечки кактусы так далее на самом деле это все можно очистить если не хотите можно эти картинки убрать но для красоты они здесь присутствуют наша книга вот она появляется на книжной полке с пометкой new шкаф можно настраивать выбирать текстуры количество полок а для этого есть настройки дополнительные можно ссылку на этот шкаф сразу получить и делиться ну это дополнительная такая вещь что еще можно сделать с книжкой ее может дополнительно дополнительно ее чем-то дополнить скажем так рядом с каждой страничкой когда вы откроете редактор вы увидите вот такое рабочее поле я в красную рамку вынесла активные кнопочки для добавления дополнительного текста то есть вот в ваш файл можно сверху еще добавить текст на пустое пространство например где-нибудь картинки видео видео так с ютуба к сожалению и таблички если открыть дополнительные опции вот эта кнопочка то они здесь вот еще откроются и мы можем обратить внимание что здесь еще есть формы разные фигуры мы можем грузить свои картинки с компьютера либо брать из библиотеки сервиса вот пожалуйста библиотека открыта здесь часть картинок часть шаблончиков будет платная но не пугаемся я вот свою загрузила картинку просто для примера ее можно мышкой разместить в любом свободном месте нашей книжки и вот кроме того что у нас был pdf файл мы еще его дополнили разными интерактивными ну не сказать что они интерактивные просто разными объектами картинками формами текстами фотографиями и тому подобными вещами видео повторюсь только ютубовская дальше сохраняем публикуем получаем ссылку и делимся но это и все здесь еще есть возможность создавать книгу с нуля если у нас нет pdf файлам мы можем сделать сами страницы книги дополнив своими изображениями и разными объектами вот пожалуйста шаблончики здесь много шаблонов есть шаблоны для создания каталогов проспектов каких-то буклетов портфолио можно создавать здесь вот я шаблоны выбрала которые называются цитаты ну это по сути такие вот сборники цитат от великих подойдет наверно для библиотекарей и учитель литературы выбираем понравившийся шаблон там уже внутри есть какие-то готовые объекты мы их просто удаляем добавляем свои можно если вам не нравится ничего создать с нуля с нуля будет чуть посложнее мы получим просто пустые белые страницы куда будем добавлять загружать картинки смотрим он шаблончик здесь уже есть какие-то картинки все те же кнопочки для добавления текстов фото видео даже есть опции рисования стрелочки таблички более полный списочек справа но опять таки я открыла библиотеку шаблонов здесь можно переключаться если вдруг этот шаблон разонравился всегда можно выбрать что-то другое часть шаблонов повторюсь платная вот здесь значок короны значит это плата ну как видите бесплатного тоже достаточно страничку оформляем под свой вкус загружаем картинки пишем тексты всякие красивые рамочки и оформительские штучечки рисуем и получаем настоящую книжку с листающимися страницами но которую мы создали уже с нуля здесь посложнее будет больше творчество понадобится но интересная работа жаль конечно что ограничение на 5 книжечек а так в общем очень даже симпатичный сервис мне он понравился может быть со временем я целый вебинар посвящу этому инструменту расскажу обо всех его возможностях они у него в общем неплохие для работы берем на изображение с почты mail не дает регистрироваться только с google почты можно возможно я не проверяла вот регистрацию конкретно этот момент к сожалению сейчас после введения санкции на ну вы помните про про это я говорила 12 сентября случились санкции и теперь я каждый сервис проверяю на работоспособность как он себя чувствует бывает что действительно русскую почту для регистрации не принимают тогда google почту берем ее принимают везде и плюс можно использовать любую другую почту где нет на окончании ru если у вас есть еще какой-нибудь электронный ящик который заканчивается на ком или какой-то другой иноязычный ящик ну например там казахская почта может быть еще какая-нибудь кто можно регистрироваться 5 на все время или если удалить предыдущие снова можно можно удалить предыдущие снова можно там подсчет идет на активные на существующие вот настоящий момент если у вас проект не активен вы можете удалить и создать что-то новенькое ну давайте дальше продвинемся дальше у нас следующий раздел нашей программы сегодняшний есть инструментов будет поменьше но рассказывать о них буду побольше потому что это книги для детей и взрослых которые создаются прямо здесь и сейчас нуля pdf файлы нам уже не пригодятся нам нужно просто наше творчество набор каких-нибудь картинок и тексты давайте посмотрим начнем мы с очень простого инструмента который подойдет для детского творчества называется my story book хотя здесь заявлено в названии книга но вы полистайте посмотрите что там нет перелистывающихся страниц в общем и целом на книгу конечно похоже без всяких изысков картинка и текст если у вас маленькие детки то можно порекомендовать этот сервис правда здесь нужна регистрация вы можете создать аккаунт посадить ребенка и чтобы он творил и пробовал здесь все достаточно просто вот стартовая страничка придумаем название книги под заголовок описание и с помощью вот этих четырех кнопок которые у нас здесь находятся слева можно добавлять объекты на странице книги это обложка опускаемся дальше добавляется новая страничка и мы на ней можем размещать и текст и картинку только один слайдик сцены это у нас фон items это разные объекты с помощью вот этой кнопки items можно загружать свои картинки у меня вот про пингвиненка я просто взяла из набора картинок который предлагает сервис там вполне себе такие симпатичные есть если не нравится всегда можно загрузить свои изображения через вот эту синюю кнопочку people объекты одушевленные разные люди и текст это опция для того чтобы добавлять текст на нашу книгу каждая страничка будет выглядеть примерно вот так то есть верху будет текст внизу будет картинка вы просто заполняем поле добавляем картинку и двигаемся дальше и в итоге получаем вот такую вот простенькую книжечку ну получается довольно симпатично почему нет можно делиться ссылками интересное инструмент для детского творчества чуть более сложный инструмент тоже для детского творчества но уже под присмотром учителя называется write reader инструмент на русском языке русифицированный позволяет учителю самому регистрироваться создавать классы добавлять туда учеников внутрь этого класса причем ученики регистрироваться не обязаны и за них это сделает учитель вы можете автоматом когда регистрируетесь тут же даже вас не спросят об этом создадут вам класс внутрь класса можете добавить учеников и совместное творчество с ними организовать как здесь все происходит для начала учитель может попробовать сам самостоятельно что-то здесь создать например взять готовый шаблон тут есть шаблоны сходят с ума от этого сервиса я надеюсь они в положительном смысле сходят сухой не в отрицательном и так здесь есть готовые шаблоны они как видите тоже очень простенький текст картинка дополнительно здесь можно загружать озвучку подключите например микрофон 45 секунд озвучки по моему можно каждой страничке добавлять и вы можете озвучивать текст и получится такая аудиокнига по сути каждая страничка добавляется кнопочкой соответствующей я тут подписала но есть даже мне кажется без подписи довольно все просто и понятно что и как здесь работает выбираем шаблончик добавляем картинки озвучки тексты пишем и сохраняем дальше что происходит дальше а дальше мы эту книгу например можем сохранить как шаблон и предложить ее ученикам для работы ученики будут заходить в класс видеть ваш шаблон копировать его себе ну например вот у меня про планета я попрошу их то же самое создать там про какие звезды например и про кометы или вообще про что-то другое и вот они на основе вашего шаблона могут создать свои все книжки которые будут создавать ваш класс они будут собраны в одном месте класса и вы можете даже из них устроить выставку в такой шкафчик расставить и показывать делиться и ученики их увидят и вы родителям можете продемонстрировать но я чуть забегаю вперед на самом деле еще не сказала по одной опции потому что книжки здесь можно создавать под руководством учителя и учитель контролирует весь процесс например он может оставлять комментарии к работам учеников для этого есть соответствующая кнопочка и мы можем здесь прокомментировать работу похвалить ученика отметить его положительные стороны конечно же его работе и ученик когда будет просматривать свой личный кабинет эти комментарии увидит и порадуется такая вот хорошая вещь ну и еще что про книжные полки я начала говорить вот они так выглядит класс изнутри вот например мы создали какой-то шаблон и ученики рассказали например вот как я провел лето насколько я понимаю это вот или как я провел каникулы скорее всего набор историй созданных по шаблону что здесь хорошего то что это можно вынести на все общее обозрение например поделиться с родителями так эти книги уверят только ученики класса есть такая опция называется читальный зал если ее подключить вы можете отобрать книги для просмотра тоже их расставить вот так на полку и ссылочкой поделиться например с родителями в чате показать какие замечательные работы создают их дети хорошая вещь готовую ссылку можно публиковать и на сайте например в блоге если у вас есть такая возможность можно это сделать в общем очень хороший инструмент детям нравится почему бы не использовать еще один инструмент для детского творчества тоже или взрослого не сказать что прямо вот только для детей называется он story jumper тоже достаточно давно работающий сервис ссылки сейчас отправлю они длинные здесь это вот я одну вам добавила еще несколько тоже создают страницы книг с нуля здесь немножко все посложнее будет и можно добавлять озвучку ссылки здесь не активные но это просто творчество умение создавать истории и представлять их виде книжки книжка такая напоминает альбом у нее плотная обложка и листающиеся странички единственный недостаток у этого сервиса то что здесь если вы просматриваете без регистрации то вам покажут ровно половину книги а дальше предложат зарегистрироваться ну вы даже половинку можете сейчас посмотреть как это выглядит выглядит симпатично создается все с нуля здесь все бесплатно без ограничений есть возможность создавать классы ученики сами регистрируются здесь учитель но он учитель и организуют сам класс ученики туда вступают вот так выглядит стартовая страница работы над книгой выбираем цветовую гамму текстуру для обложки внизу будут наши странички где мы будем размещать разные объекты тексты картинки разные красивые рамочки вот как раз кнопки для размещения объектов они здесь находятся слева давайте посмотрим поближе вот так выглядит пустая белая страница которую мы начинаем работу они здесь у нас разворотами ну вот каждую страничку мы можем оформить на свой вкус выбираем либо из библиотеки сервиса здесь она большая все бесплатное внутри мы можем загрузить и свои картинки через кнопку добавить вот она есть поиск кстати на русском языке тоже работает хотя сам сервис англоязычный выбираем фон выбираем какую-то картинку пишем текст если есть разные красивые рамочки для оформления текстов вот у меня практически зоопарк это моя книжка я там такую красивую рабочку нашли для текста вот странички добавляются внизу там же внизу кнопка для озвучивания подключаем микрофон наговариваем начитываем текст и прикрепляем каждой страничке вот ссылка про красную шапочку она как раз озвученный вариант но в готовом формате выглядит это вот так если у меня уже готовый фон добавила я через кнопку сцены дальше поверх фона я скорее всего буду добавлять разные объекты из раздела props ну и перебуду вот так щелкать по страничкам и переходить от одной к другой на выходе я получаю и код и ссылку и можно это все встраивать на странице сайтов и блогов что касается работы с классами в обучалке я подробнее об этом рассказала сейчас только скажу что после того как ученики добавятся в класс вы можете точно также создать шаблон и ученики будут внутри шаблона работать если они уже совсем у вас творческие ребята то вы можете общую книгу создать для всех каждому выделить по одной страничке и создать такую коллективную работу вот тоже хорошая вещь так что сервис рабочий берем закладочки ну и самый-самый крутой из этих сервисов это book creator тоже довольно известный инструмент позволяет создавать книги с текстами с картинками и созвучкой более того позволяет создавать книжки с комиксами у него есть для этого специальные шаблоны шаблоны как раз час на экране перед вами бесплатно можно создать 60 книг опять-таки можно что-то удалять и создавать новые работы есть возможность тоже собирать классы из учеников и тоже совместную деятельность организовывать выбираем шаблон есть горизонтальные вертикальные есть тематические шаблоны можно создать газету фотоальбом что тут еще обычную книгу с текстами с картинками фотокнигу книгу с комиксами выбираем готовый шаблон либо начинаем с нуля вот так выглядит конструктор я выбрала шаблончик для фантастических историй например через кнопку с плюсиком добавляем все разные объекты здесь у нас есть изображение фото с веб-камеры опция рисования можно рисовать внутри этой книжки добавляем тексты и аудиозаписи с подключения микрофона точно так же включая микрофон начитываем текст он сохраняется на странице книги и потом через вот эту вот кнопочку вверху можно ее читать и слушать вот так выглядит опция для рисования что тут хотела обратить внимание это интересная штука называется авторисование я уже много раз про нее рассказывала вот она это для тех учащихся или для вас если вы не умеете рисовать очень хочется это опция которую предлагает google сервис когда мы начинаем делать какой-то набросок и сервис за нас додумывает что же мы хотим рисовать ну например вот котика я хочу нарисовать сервис сразу предлагает несколько вариантов картинок вот они там вверху собраны что чтобы это значило выбираем нужную картинку выбираем для нее цвет и получаем вполне себе нормальное изображение можно книжку создать из таких рисованных картинок если хочется либо всегда можем загрузить свои изображения с компьютера раскадровки для комиксов выглядит примерно вот так здесь все что необходимо для создания такой работы здесь у нас есть шаблон для раскадровки на один кадр 23 и более есть вот эти вот облачка для речи и для мыслей и разные такие штуки которые обращают внимание что что-то резко произошло например точно также внутри комиксов можно вставлять и картинки и тексты и рисовать можно и озвучку подключать тоже только уже рисуем это все в готовой раскадровки что очень удобно можем таким образом быстренько создать свой комикс дополнительные возможности здесь есть разделы с фигурами шейпс который позвал шейпс которые позволяют выбрать разные фигуры добавить их внутрь там же есть опции текстур там например можно фону книжки выбрать в разных текстурах мятая бумага всякие красивости в общем все вот в этой разделе есть еще раздел мо он позва отвечает за интерактив он позволяет внутрь добавлять разные интерактивные объекты например видеоролики с ютуба и встраиваемые страницы по коду например можно игру туда встроить какую-нибудь опросник викторину в общем очень даже неплохой инструмент для работы если мы подключили класс то у нас есть возможность создавать тоже вот такие полки с работами класса мы можем получать ссылку на нашу работу и на работу класса если это необходимо переключатели для наших работы для работ класса вот там вверху находится выбираем это получаем работы всего класса это наши личные которые мы создали сами самостоятельно здесь есть код который мы рассылаем ученикам чтобы их пригласить к работе в классе и есть возможность тоже коллективной работы над одной книгой правда это демо версия она для бесплатного тарифа работает только 90 дней по моему да если не уменьшилось надо проверить на самом деле вот можем ее подключить работать над одной книгой если это опция закончилась а вы хотите все таки одну книгу создать у учителя есть такая возможность объяснить несколько книжек в одну если ваши ученики создадут каждый свое вы потом можете под одной обложкой это все собрать тоже хорошая вещь очень возможности тоже много сервис на английском но очень интересный заработает для творчества ну и заканчиваю я обзор нашим инструментом о котором тоже стоит сказать это сервис утопа отечественная разработка стопроцентная давайте смотреть она позволяет создавать действительно очень интересные ресурсы к сожалению здесь нет шелеста страниц здесь нет анимации всяких других интерактивных штучек но зато внутрь такой книги вы можете добавить практически любой контент вот я сейчас списочек открыла это как вы видите неполный перечень мы получаем эти шаблонов тоже нет получаем просто пустую страницу а точнее вот такую ленту конструктор который будем заполнять контентом создаем первую страничку через синюю кнопку добавить вот она и внутрь начинаем вставлять контент вот так по порядку блоками он и будет идти сверху вниз то есть сначала например я хочу добавить текст надо вниз прокрутить здесь текст по моему сам а нет вот увидела текст далее открывается поле куда я вписываю текст дальше например я хочу добавить изображение вот она загружаю с компьютера картинку все грузится с пока в том числе можно добавить видео с компьютера правда не очень тяжелая до 10 мегабайт но тем не менее можно дополнительно внутрь этой книги можно вставлять еще разные презентации вот она презентация игры викторины можно добавить аудио коллажи что еще и задания разные например угадай ответ перетащить текст и так далее причем все это заранее создавать не надо как только мы что-то выбираем из этого списка открывается конструктор ну например презентацию хотим создать у нас откроется конструктор для создания презентации для создания слайдов куда мы будем добавлять объекты как только все вставили сохраняем и переходим к следующей страничке и так вот долго конечно это получается постранично но мы можем сделать максимально насыщенную книгу вот это наверное самый-самый сервис который позволяет максимальное количество объектов ставите причем объектов очень разноплановых здесь есть интерактивные плакаты он называется горячие точки изображения здесь есть более 20 разных объектов которые можно встроить виртуальные туры много много всего другого можно не один час потратить времени чтобы только все возможности здесь просмотреть и изучить если вы уже с удобой работали то в принципе принцип вам должен быть знаком потому что шаблоны здесь все одинаковые друг на друга похожие так что для работы тоже очень рекомендую тем более если вы ограничены в выборе и вам рекомендуют только отечественные инструменты то то удобно этот самый вариант дополнительно мы можем получить ссылку код встроить это на странице сайта и блога и поделиться со своими читателями так что тоже хороший очень инструмент для работы ну вот пожалуйста например я вам хочу показать конструктор для викторин например внутри книги я хочу викторину добавить вот пожалуйста так выглядит конструктор мы добавляем вопросы причем внутрь викторины можно добавлять разные вопросы с множественным выбором да нет перетаскивание с текста заполнения пропусков и тому подобные вещи обязательно сохраняем и переходим к следующему к следующей страничке если вы откроете мою книгу музы древней греции то сразу можно перейти на последнюю страницу где я встроила игру с другого сервиса такая возможность здесь у удобы тоже есть например если у вас есть уже игра которую вы создали где-то на другом сайте вы можете с помощью кода строить на страницу удоба это тоже все будет работать тоже дополнительный интерактив так что вот по возможностям интерактива удобно наверное самый такой функциональный инструмент хотя и без особых красивостей вот пожалуй и весь обзор я сегодня довольно быстро пробежалась по инструментам общие возможности я вам обрисовала более подробную информацию можно почитать в обучалках я почти каждому сервису добавила обучающие материалы и примеры если вы что-то потеряли из чата и хотите еще раз посмотреть свободное время то презентацию можно скачать и сохранить себе со всеми ссылками и подробностями как всегда не могу не сказать о своих ресурсах подключайтесь присоединяйтесь если еще если хотите следить за активностью моей что я делаю что я пишу то вот пожалуйста все координаты здесь на экране у нас вопрос висит в чате можно ли пересмотреть запись то конечно вы можете найти запись на в группе директ академии на канале татьяна еще об этом скажет вот я надеюсь что было полезно интересно много идей появилось это отлично в общем я для вас проверила инструмент для работы показала что они рабочие их можно использовать да такая тонкость регистрацию я не проверяла чтобы ты еще раз не регистрироваться поэтому вот иногда сервисы не принимают отечественную почту это единственный минус а так в общем все работает так что продолжаем пользоваться можно ли получить материалы вебинара да конечно вы можете презентацию скачать она висит вверху в разделе файлы вот там все ссылки и подробности вот если больше вопросов нет то приглашаю вас уже на следующий вебинар он будет последний перед большим перерывом в ноябре он будет сейчас я загляну в календарь 11 ноября если я не путаю тоже как всегда в понедельник он будет до 11 ноября в 12 часов я протестирую для вас инструменты для создания веб-квестов опять проверим что работает что не работает какие возможности что поменялось и наверняка надеюсь у вас должны появиться идеи по созданию всяких интересных вещей вот спасибо вам большое за внимание ждем на следующем вебинаре берегите себя и до новой встречи